Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение первой книги Паралепименон или книги летописей. И мы будем читать 21 главу, где рассказывается о том, как Давид проводил перепись народа и какой гнев Божий за это испытал. И также говорится о том, как Давид ставит жертвенник на гумне Орны, и тогда Господь услышал молитвы Давида. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление Израиля». То есть получается, что сатана восстал на Израиле через Давида, не через Пелестимлянта, Амаликитяна или Сирийца, а через Давида. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израилетян. И сказал Давид Иаву и начальствующему в народе, пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их. И давайте посмотрим, какие объяснения есть в Писании. Есть древнехристианский экзегет, который просто назывался, подписывался как пресвитер, то есть священник, и ничего не добавлял. Трактат называется «О правлении Бога». Здесь говорится, а ты говоришь, что это было нечестие немногих людей, а что не было сделано всеми, не могло навлечь несчастье на всех. Да, я говорил выше, и не раз, что преступление одного человека стало разорением для многих среди народа Божьего. Так же, как пострадал народ от воровства Ахана, Ахан спрятал заклятое Богом, так же, как смерть пришла через исчисление народа святым Давидом, Церковь Божья подобна оку, то есть глазу. «Ведь когда в глаз попадает царинка, пусть и самая малая, она слепит глаз полностью, подобным образом, и немногие члены тела церкви, совершая постыдные дела, заслоняют блеск сияния церкви». То есть этот поступок Давида был опрометчивый поступок, неправильный поступок. Почему? Потому что он делал исчисления, чтобы понять, достаточно ли у него сил, как будто сражение одерживается большинством над меньшинством. Ты нет. Есть множество примеров, когда малочисленные побеждают многочисленных. И здесь просто как бы Давид больше понадеялся как бы на количество людей, а не на особую помощь Божию. «И сказал Иав, ну Иав, он в подчинении у Давида, да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю, то есть хотя слуга Давида, но он понимает, что есть некая опасность надеяться на количество, а не на Божие благословения. Но царское слово превозмогло Иава, то есть он не смог дальше спорить с царем после этих аргументов. «И пошел Иав и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян тысяча тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев – 470 тысяч, обнажающих меч, а левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву». То есть он как бы исчислил, но кого-то не исчислил специально. «И не угодно было в очах Божьих дело сие, и он, то есть Господь, поразил Израиля». То есть если вы надеетесь на многочисленность свою, вот я сокращу ваше население, и тогда посмотрим. «И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». «И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, были пророки, это Набиим пророки, и были прозорливцы, Хозе, видящие. «И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал, пойди и скажи Давиду, так, говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе, «Или три года голод, или три месяца ты будешь преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или три дня меч Господен, и язва на земле, и ангел Господен, истребляющий во всех пределах Израиля». «Итак, рассмотри, что мне отвечать, пославшему меня словом». Это что мне отвечать Господу. «И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». Почему так говорит Давид? Потому что Господь, если наказывает, Бог действует очень разборчиво. А если гнев людской, они тут не разбирают, виновен или нет. А Бог, как сердцеведец, он может наказать тех, у кого действительно есть нераскаянная вина, нераскаянное преступление, а случайно никого Бог никогда не наказывает. «И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела, то есть ангела смерти, в Иерусалим, чтобы истреблять его». Ангел-разрушитель, ангел смерти. «И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствия». Господь жалился над тем количеством людей, которые уже погибли, ещё более, о тех, которые остались и трепетали, и молились, конечно, и постились. «И сказал ангелу-истребителю, довольно, Господь говорит, довольно, то есть полагает предел, теперь опусти руку твою, ангел же Господень стоял тогда над гумном Орна и Эфусиянина. «И поднял Давид глаза свои, а вот этот Орна и Эфусиянин, он как раз проявлял заботу о ковчеге». И вот ангел дошёл до этого места, ангел-истребитель и остановился. «И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землёй и небом, с обнажённым в руке его мечом, простёртым на Иерусалим, и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, ну, как я уже сказал, они все постились, молились во вретище, на лица свои, и сказал Давид Богу, «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоём, чтобы покупить его». Что мы видим в этой голове? Очень сложную такую дилемму. Казалось бы, преступление совершает один человек, причём святой человек, пророк Божий, Давид, а страдает весь народ. Почему? Потому что он царь своего народа, и народ находится у него в подчинении. Даже Иоав, он не мог ослушаться повеления царя. И наши русские цари очень серьёзно относились к своим личным грехам, опасаясь, как бы через их падение не погибло бы всё государство. Так, например, царь Иоанн Васильевич Грозный, Иван IV, когда ему запретили вступать в очередной брак, его жён травили, бояре, он ответил архиереям, которые запретили ему вступать в очередной брак, «Вы что, хотите, чтобы государь впал в блуд без жены и через сие государство погибло бы?» Вот какая логика была у царей. «Если я впаду в блуд, я царь в этом государстве, погибнет вся земля». Поэтому действительно преступление Давида оказалось преступлением, которое тяжёлым наказанием легло на плечи его подданных. Поэтому кому сколько дано, с того столько и спросится. И правитель должен очень внимательно действовать, чтобы не навредить собственному народу. И в Библии, в книге Экклесиаста прямо сказано, бывает время, когда человек управляет людьми во вред им. Когда он лукавит, обманывает, и в результате страдает весь народ. И с 18 стиха по 30 говорится о том, как Давид ставит жертвенник на гумне Орны, и Господь услышал молитву Давида. «И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придёт и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Фуссианина». И пошёл Давид по слову Гада, то есть прозроливца, которое он говорил именем Господнем. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу, и пришёл Давид к Орне. Орна взглянул и увидел Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. То есть Орна прячется с сыновьями, когда видит ангела. И сказал Давид Орне, «Отдай мне место под гумном, я построю на нём жертвенник Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». На самом деле, до того, как Соломон не построил храм на горе Мариан, жертву можно было приносить в любой части Иерусалима. А до того, как Бог не избрал Иерусалима, в любой части Израиля, святой земли Эра Цесраэль. А до того, как Бог не избрал землю Эра Цесраэль, можно было приносить жертву в любой другой земле. Мы видим, что Ной приносит жертву на горе Арарат. А вот после того, как Соломон уже избирает Иерусалим, гору Мариан, только там евреи могли приносить жертвы. «И сказал Орна Давиду, «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно, вот я отдаю и валов на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, то есть хлебное приношение, и мясное, все это отдаю даром». Значит, он отдаст даром, тогда это его будет жертва, а виновен-то во всем Давид. «И сказал царь Давид Орне, «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение, взятого даром». То есть нельзя вот так украл и на Господа дал. Это недопустимо. Мы можем жертвовать Господу только то, что является точно нашей собственностью. «И дал Давид Орне за это место 600 секлей золота, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение мирной жертвы». Мирный – это за весь народ. «И призвал Господа», а всесожжение – это жертва Ола, которая целиком сжигалась, «и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». То есть Господь показал чудо, явил чудо, огонь сошел на жертвенник с неба. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его, на гумне Орне и Ефу Сиянина принес там жертву. «Скиния же Господня, который сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения, находились в то время на высоте в Гаваоне, и не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». То есть здесь мы видим, что в поистовании книги Паральпоменон нет хронологической последовательности. Если мы читали ранее, что ковчег внесен в Иерусалим, то здесь как раз историческое событие, когда ковчег еще не внесен в Иерусалим.